Всем привет, с вами Готик, и с вами Сократ. Готик, и Сократ, короче, мы начинаем новую неделю, соответственно, с новостей. Всё как обычно. Приятного просмотра. Ну и по традиции начинаем нашу неделю с обзоров, с обзора, если быть точнее, статистики онлайн. На данный момент она стала очень-очень печальной, если две недели назад в Red Dead по Steam играло 70 тысяч человек разовый заход, плюс, соответственно, те, кто купили игру на релизе в Rockstar Launcher, мы получаем статистику где-то в районе 100 тысяч, ну мне казалось 100 тысяч. Сейчас 20 тысяч онлайн в Steam, соответственно, люди перестали играть, перестали заходить, и это объяснимо, потому что за месяц, два, три после выхода игры добиться всего чего того хотелось бы уже много кто чего сделал, плюс консольщики, которые просто зашли, пофанятся и тоже перестали играть. На данный момент, на данный момент в игре делать можно перегонять телеги, проходить миссии противоборства, и, собственно, блин, просто, собственно, все, все, то есть оружие добавляют, вообще фактически не добавляют, шмотки и куца, ну, сегодня мы об этом поговорим, плюс дополнительные другие новости. Проблема пришла откуда не ждали, появились читеры, вы и так это все прекрасно знали, но они вышли на новый уровень, и теперь они могут забрать из винтаря ваше оружие, списать деньги с вашего счета, то есть вы находитесь в онлайне, и читер просто списывает с вас доллары. Это какой-то трэш, потому что, насколько мне известно, в 7.6 фолочи был такой же мод, который за несколько часов после его выхода воспользовался целой кучей игроков, и целой кучей игроков, соответственно, разделили и сняли легендарные шпотки. Здесь примера такая же ситуация, но читеры теперь не просто вас взрывают, ну и творят, что хотят. Собственно, ситуация с GTA повторилась, я, конечно же, надеялся, что что-то сделают с этой системой, ну как же я ненавижу читаков и эти мразеи, теперь же сюда уже влезли, это были самые прекрасные два месяца игры без всяких уродов. Наконец-таки пофиксили у самогонщиков такую проблему, что когда лидер банды продает свой товар, то он автоматически исчезает у всех членов команды, то есть теперь можно спокойно перевозить товар, помогать друг другу, и при этом не обломавшись и не, чтобы у вас тоже он не слетел, то есть сделали то же самое, как у торговца. И также добавили NPC, который купит абсолютно любую, абсолютно любое бухло, NPC зовут Бёрд, Хиггинс, и, ну, единственная проблема, что он покупает по самой низкой цене, то есть если вы приготовили, допустим, хвойную брагу, да, и на данный момент нету клиента, которому можно её продать, то, в принципе, всегда можно загнать её Бёрду. Не знаю, для кого это сделано, но в целом, в целом, безусловно, это хороший-хороший момент. Бонусы этой недели, да, собственно, их вообще никаких, ничего не добавили, добавили 30% скидки к покупкам к винтовке, и на 25% больше опыта персонажей и опыта роли за участие в любых событиях свободного режима для роли, то есть это час расплаты и облава, соответственно, для Охотника за головами, Торговый путь, это для у нас торговца, Яйцо Кондора, обломки, соответственно, для коллекционера. За всё это мы получаем больше на 25% опыта, как и персонажа, так и, собственно, роли. Если вам не имётся пострелять, обратите внимание на избранную серию со свободным прицелом. До 20 января включительно вы сможете попробовать свои силы в режиме Последний Уцелевший. Это схватка в формате «Каждый сам за себя», где выжить должен остаться только один. Своего рода батл-рояль. Режим Последний Уцелевший доступен в составе серии на выбывание. Ну и, соответственно, на этой неделе на 5 золитков золота снижена мясницкий стол, лицензия Охотника за головами и сумку коллекционера. При этом игроки, свержавшие свои учётные записи в Социал Клаб и Твич Прайм, по-прежнему могут получить бесплатно сумку коллекционера. Но для всех остальных просто это скидки. Игроки, подтвердившие свой адрес электронной почты и установившие двухфакторную верификацию в своей учётной записи в Социал Клаб получат скидку в 5 золотых слитков на бандитский абонемент 2, соответственно, который сейчас идёт. А также на все необходимые для этого, чтобы приступить к роли Охотника за головами торговца и коллекционера. Как я и сказал, что это тоже скидка в 5 слитков. Ну а на этом у нас всё. На заднем фоне вы видели одну из серий турнира нашей комьюнити внутри нашей организации. Присоединяйтесь, ссылки в описании в Дискорде. Да, по поводу турнира, конечно же, проводим. И следующее видео будет как раз-таки о них. Всем спасибо, всем пока. С вами была Охотика и Сократа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok